Многие заговорили в последнее время после того, как команду возглавил Джина Рогатуза и отработал какое-то определенное время. Следующий матч Бенавенто-Ювентус. Абсолютно аутсайдер чемпионата Италии. Команду, которую вряд ли что-то может спасти. Да, конечно, играют они весело, задорно, забивают много, пропускают. Просто какое-то сумасшедшее количество голов. Но, в частности, главный тренер Бенавенто, Роберто Дельзерби, говорит, что они, там, Бенавенто, радуются даже забитым мячам. В частности, об этом заявляют даже фанаты. И вот так вот на 16-й минуте Паул Дибала, как рукой, положил мяч в девятку ворот Кристиана Пуджони. С места без разбега спокойно мяч остановил и левой ногой закрутил мяч в самую девятку ворот Сесуала. Очень быстро ответили хозяева уже на 24-й минуте, спустя 8 минут. И автором этого забитого мяча стал Шейк Диабате. Сначала здорово сыграл галкипер Ювентуса в улицах Сесны, который в следующем сезоне, после того, как Джан Луиджи Буфон завершит карьеру, будет основным галкипером Ювентуса. Ну, скорее всего, так и случится. И вот в этом эпизоде он сначала свою команду спас, но потом не сумел справиться со второй фазой атаки. И Шейк Диабате счет сравнял. Но еще до перерывов добавлено первому тайму время. Главный арбитр этой встречи Фабрицио Паскуа назначил пенальти за фолл на пьянище, которого очень не хватало Ювентусу в матче против Реала. После видеоповтора был назначен этот пенальти, и Пауло Диабало на 43-й минуте оформил дубль. Очень много критикуют Диабало за то, что он здорово играет против команд, которые уже Ювентуса классом, и очень не здорово играет против топ-кубов. Но вот в матче с Беневенто Пауло Диабало резвился вовсю и к перерыву оформил дубль. Ну, а вскоре после перерыва вновь второй раз за матч футболисты Беневенто счет сравняли. И вновь отличился Шейк Диабате. На этот раз была подача с углового. Диабате здесь перевесел всех на свете и отправил мяч в угол ворот бойца Хащест. Так вот, несколько туров пропускал Диабате. Последний раз он играл в 27-м туре с Верона, и тогда он тоже оформил дубль. А здесь картинное падение Гонсало Югаина. Впрочем, других у него не бывает. Пенальти, тем не менее, стопроцентные. И Пауло Диабало на 74-й минуте с 11-метровой отметки оформляет хит-трик. И в очередной раз выводит Ювентус вперед. Уже третий раз за матч. Ну и на 82-й минуте Дуглас Коста забивает типичный для себя гол. Таких он много забил и Шахтери. Таких он забивал и в Баварии. И в Ювентусе Дуглас Коста потихоньку осваивается. И такие мячи тоже становятся для него обыкновенным делом. Утоговая победа Ювентуса со счетом 4-2.